На связи Украина 365 Утром 10 мая украинские военные неофициально сообщали о попытках прорыва границы в районе Волчанско-Харьковской области, а российские телеграм-каналы публиковали видео залпов изградов по населенным пунктам. Позже информацию подтвердили в Харьковской УВА и Минобороны Украины. Начальник Харьковской УВА Алексий Негуба подтвердил попытки россиян прорвать границу, однако сообщил, что усилия в СРФ оказались безуспешными. Силы обороны Украины дали им отпор. Ближе к пяти часам утра российские оккупанты попытались прорвать линии обороны под прикрытием бронированной техники. Силам обороны пришлось тянуть дополнительные резервы на этот участок. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление врага, говорится сообщение Минобороны Украины. Еще утром осент-аналитики, сообщая об обстрелах Волчанска и близлежащих сел, указали, что силы обороны под Волчанском разбили пехоту в СРФ. Также сообщалось о боях в районе села Борисовка Харьковского района, где силам обороны удалось уничтожить вражескую технику. Позже о разгроме оккупантов информировали осент-аналитики Дипстейт, которые сообщили, что россияне пытаются войти и закрепиться в некоторых селах вдоль границы. А оккупанты в основном используют пехоту с небольшим количеством техники. При этом оккупационные войска пока не двигаются дальше этих сел и, возможно, ждут использования больших сил, отмечают аналитики. В то же время украинские военные призывают фильтровать всю информацию, потому что у россиян не только задание прощупать границы, но и навести панику в обществе. По последним данным главы Харьковской УВА, абсолютно все штурмовые действия по северо-востоку Харьковской области были отбиты. По его словам, все приграничье – это уже давно серая зона. Враг может заходить туда с своей техникой. Сейчас идут бои, враг там уничтожается. На жаль, они заняли несколько небольших сил на Харьковщине, которые были и так в серии зоне. Харьков стоял и будет стоять. Тем временем новый командующий украинскими сухопутными войсками Александр Павлюк прогнозирует ближайшие пару месяцев в очень сложный период для Украины. Ожидается критическая фаза войны. Об этом он рассказал в интервью влиятельному британскому журналу «Зе экономист». Павлюк заверил, что силы обороны Украины стоят твердо и держат фронт, так как прекрасно понимают, что поставлено на карту. «Туда, куда приходит Россия, нет ничего. Там, где ранее были процветающие города, сегодня лежат трупы, скелеты и руины», – объяснил украинский генерал. Он ожидает критической фазы войны ближайшие два месяца. Россия будет пытаться воспользоваться закрывающимся окном возможностей, пока разблокированная военная помощь США не начала в достаточных объемах поступать на фронт. Враг спешит, пытаясь добиться максимальных успехов. «РФ знает, что как только мы получим достаточное количество оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них», – рассказал командующий. Павлюк отметил, что Украина сегодня очень нуждается в западных истребителях F-16, чтобы бросить вызов российским бомбардировщикам и остановить удары авиабомб. На данном этапе, по данным Павлюка, Россия прощупывает линию фронта, пытаясь найти слабые места для попытки прорыва. Он считает, что враг в итоге сосредоточится на проведении наступлений на Донбассе. Генерал отметил, что сейчас по всему фронту россияне выпускают в 7 раз больше снарядов, чем в СССР, осложняет ситуацию превосходства агрессора в воздухе. Именно это, с его слови, стало причиной недавних продвижений российской армии на отдельных направлениях. Вместе с этим командующий подчеркнул, что война против Украины стала для России стратегическим провалом. Потери агрессора слишком велики, а приобретения более чем скромны. Павлюк призвал украинцев преодолеть панику и продолжать борьбу с агрессором. «Как бы тяжело это ни было, у нас нет другого выбора», – констатировал украинский генерал. Днем в пятницу 10 мая в городе Санкт-Петербург РФ произошло крупное смертельное ДТП. Пассажирский автобус, заполненный людьми, сорвался с моста и рухнул в реку Мойку. Власти и СМИ РФ уверяют, что водитель якобы не справился с управлением. Автобус, заходя в поворот, протранил стоящий автомобиль, а после вылетел с моста в реку. Судя по кадрам, человек, сидящий за рулем, до последнего жал на педаль газа. Водитель автобуса выжил. Очевидцы сообщают, что мужчина арестован. В этом ЧП в Санкт-Петербурге снова у россиян виноваты таджики. В результате операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины в ночь на 10 мая был атакован нефтеперерабатывающий первый завод в Калужской области РФ. Поражена установка атмосферно-вакуумной трубчатки АВБТ-101. Информацию о причастности специалистов ГУРМОК-атаки на нефтеперерабатывающие предприятия подтвердили униан источники в украинской спецслужбе. Объект был атакован несколькими дронами Камикадзе. На объекте прозвучало пять мощных взрывов, в результате которых возник масштабный пожар. По предварительной информации, в ходе выполнения задания была поражена установка атмосферно-вакуумной трубчатки АВБТ-101. Производственная мощность, переработка 1,2 миллиона тонн в год. И три цистерна с дизельным топливом, и одна цистерна с мазутом, проинформировали источники. Как известно, первый завод – это крупнейшее нефтехимическое предприятие в Калужской области, расположенное примерно в 300 километрах от украинской границы. НПЗ занимается переработкой товарной нефти и газоконденсата. Этот объект украинская разведка уже атаковала 15 марта этого года. РФ показала производство Су-35С и Су-57, и на рельсы военного времени это не очень похоже. Об этом сообщают эксперты Дефенс Экспресс. Вышла определенная парадоксальная ситуация, когда российские пропагандисты еще в апреле этого года показали на видео линию по производству самолетов типа ФСУ-35С и Су-57 на авиационном заводе в городе Комсомольск-на-Амуре. Но кадры из этого в некоторых социальных сетях появились только сейчас. Но независимо от фактического времени съемки, эти кадры важны сразу с нескольких ракурсов. Вероятно, это впервые за время полномасштабной войны АРА против Украины кадры по российской производственной линии по боевой авиации, оказавшейся в открытом доступе. И эти кадры заодно могут демонстрировать, что как минимум в отдельных моментах тезис о тотальном переходе России на рельсы военного времени может быть преувеличением. Конечно, здесь можно сказать, что воюющая Украина вообще не имеет собственного производства боевых самолетов. Но здесь следует особо подчеркнуть, что мы говорим о враге, который в своей пропаганде утверждает о своем превосходстве вообще над всем цивилизованным миром, в том числе в темпах производства вооружения. Поэтому именно в таком ракурсе и следует толковать приведенные выше кадры. Для начала можно увидеть, что на сборочном конвейере к НАС на разной стадии готовности находятся физиалежи 7 самолетов Су-35С. Для сравнения, в 2022 году российский ВПК в общей сложности выпустил всего 7 Су-35С. В прошлом году ориентировочно 10 самолетов. При этом эти 7 Су-35С с разной готовностью сложно назвать, например, мобилизационным заказом. Ибо, например, комментируя недавнюю поставку новой партии истребителей этого типа для ВКСРФ, российский Центр анализа стратегий и технологий, на своем неофициальном блоге отмечал, что передача даже этих самолетов состоялась в рамках контракта на 24 самолета, заключенного еще в 2021 году. То есть, значит, российские пропагандисты как за мобилизационные выдают производство по контракту, заключенному за год до полномасштабного вторжения и выполняемому довольно умеренными темпами. Что касается производства Су-57, то на кадрах можем увидеть разве что отдельные заготовки во фюзеляже таких самолетов. А о стремительности темпа производства могут показать следующие цифры. Россияне еще в 2020 году объявили о запуске линии серийного выпуска под Су-57. В то же время, к началу этого года ВКСРФ располагали лишь 10 самолетами этого типа, отмечают в Дефенс Экспресс. Украинские морские дроны Магура В-5 нанесли ущерб черноморскому флоту РФ на 500 миллионов долларов. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По мнению Юсова, секрет украинского морского дрона Магура состоит в мастерстве украинских производителей, которые смогли создать уникальное средство поражения вражеского флота, вооружения и личного состава. Он назвал дрон одним из главных истребителей российского флота. Кроме того, важны не только характеристики оружия, но и мастерство разведчиков и специалистов Гурминобороны, в частности, спецподразделения группа 13. Как отметил разведчик, это сочетание постоянно совершенствуется и дает новые результаты. Уже по состоянию на сейчас на более 500 миллионов долларов США черноморский флот агрессора понес убытки в результате эффективных действий спецназовцев ГУР с использованием дронов Магура, сказал он. Юсов добавил, что дрон совершенствует. Речь об оснащении, боевой части и других элементах. Когда историки будут исследовать причины позорного поражения России в море, они, несомненно, сломают сотни копий при попытках объяснить, зачем россияне делали огромную ставку на свои распиаренные группировки кораблей, шли в бой, в котором невозможно выиграть. Каждый малый ракетный корабль, сторожевой катер, фрегат или крейсер, прошедший модернизацию, в России называют якобы новейшим и непотопляемым, однако только до встречи с морским дроном Магура В-5 или ПКР «Нептон». Впрочем, дело даже не в том, что захватчики через несколько лет войны вполне могут не быть представленными в Черном и Азовском морях, а в том, что один из важнейших компонентов российской триады имеет кучу пробоин даже без какого-либо участия в боевых действиях. Судоремонтные заводы, проектно-конструкторские бюро и куча предприятий, занимающихся изготовлением изделий для ВМА страны-террориста, банально не могут создать критические узлы на замену иностранным западным. При этом почти все китайские изделия, а также элементы российского производства, которые используют, настолько некачественные, что говорить о каком-то морском величии Москвы вообще невозможно. Некоторые корабли находятся на ремонте значительно дольше, чем на воде, а определенные проекты, которые строятся, можно было смело назвать мертворожденными еще лет 10 назад. Какие критические проблемы имеют российские флоты и почему они обречены на упадок, рассказывается в материале 24 канала, основанном на документах группах активистов киберсопротивления. Во время глобального перевооружения российской армии Путин и его приспешники вкладывали триллионы рублей в модернизацию своей морской компоненты. Четверть от выделенных на 2011-20 годы было направлено именно на ВМФ. Согласно замыслам высшего военно-политического командования, профильные инженеры должны были бы решить целый ряд проблемных вопросов, отказаться от использования иностранной продукции, осуществить качественный скачок во вспомогательном оборудовании, а также построить более 100 боевых кораблей различных классов. С каждым пунктом этой программы россияне потерпели фиаско. Конечно, им удалось так или иначе спустить на воду ряд дизель-электрически-подводных лодок, ракетно-артиллерийских кораблей, фрегатов, корветов, патрульных катеров и БДК. Однако их характеристики оказались совсем не такими, как ожидалось, а многие проекты превратились в долгострои. Пусковые распиаренных Кремлем ракет «Калибр» оказались непригодными для постоянного использования, а корабельные энергетические установки и вообще показали себя столь же надежными, как санкции стран Запада. По большому счету, ничтожными были и почти все отечественные элементы, установленные на военные суда России в рамках модернизации или строительства. Особенно это касается времен после начала агрессии в отношении Украины, когда захватчики ускорили импортозамещение и, по крайней мере частично, потеряли возможность покупать лучшие американские и европейские изделия. Обострялись во время большого перевооружения и другие хронические проблемы российской судостроительной промышленности. Такие как отсутствие нормальной кооперации с разработчиками сухопутных систем, а также желание руководства продвигать новые комплексы на серийные корабли без длительных отработок на стендах. Чтобы быстрее заявить о появлении очередного аналоговнетного чего-то, россияне часто пренебрегали исследованиями и испытаниями. Поэтому на бумагах во время подготовки к большой войне все их флоты выглядели такими, как способные превратить весь мир в труху и засыпать ядерным пеплом Вашингтон. Хотя на самом деле оказались, как говорит эксперт Александр Коваленко, судомодельными кружками. Осуществив масштабное перевооружение всех своих флотов, россияне крайне живо раскручивали пропагандистскую махину по всему миру. Якобы их морские группировки являются сверхмощными, способными уничтожать ударные группы врагов за тысячи километров, стирать целые города, высаживать десант куда угодно. Продемонстрировать мощь своих ВМС Путин хотел в феврале-марте 2022 года во время атак. Не только потому, что очень хотел захватить и уничтожить Украину, а еще и потому, что показывать мышцы удобно, когда противник заранее не имеет средств для эффективного сопротивления. Согласно замыслам оккупантов, куча носителей калибров, малоракетные корабли, противолодочные и противодиверсионные суда, фрегаты и сторожевые корабли должны были бы крайне быстро справиться с очень небольшим по численности флотом Украины, после чего вся эта ордынская армада должна была бы отправиться в Одессу, а дальше по расписанию фильтрационные лагеря, пытки, праздничные салюты и показательные расстрелы. Так, в феврале того самого 2022 года россияне отправляли небольшие группы смертников для поиска мест, подходящих для высадки десанта неподалеку от Коблева. Впоследствии были попытки прощупать местность возле Дуная, однако никто из таких разведчиков назад не возвращался, а многочисленные отряды захватчиков, которые должны были бы выйти к областному центру со стороны Николаева, были остановлены сопротивлением сил обороны. Особого смысла прорваться через минные заграждения и береговые ракетные системы ради высадки нескольких сотен пехотинцев россиянам не было. Военным преступникам не оставалось ничего, кроме как блокировать Украине выход к морю, но и тут что-то пошло не так. Уничтожение флагмана Черноморского флота ракетами «Нептун» вместе с последующим освобождением острова «Змеиный» заставили россиян надолго отказаться от своих планов. Фактическую точку в истории с неспособностью России с ее так называемым мощнейшим флотом взять под контроль северо-западную часть Черного моря поставили безэкипажные катера «Камикадзе». Морские дроны, операторы которых устроили оккупантам систематическое переселение на дно, заставили флотилию сначала прибиться к Севастополю, а впоследствии вообще наброситься на Новороссийский не только. Такой себе получился запугивающий поход с отрицательным наступлением. По словам представителя ГУРМО Андрея Черняка, деградация российской морской компоненты напрямую связана с суицидальным нападением на Украину. «Мы все стали свидетелями серии удачных атак сил безопасности и обороны Украины с использованием беспилотных морских дронов и ракетного вооружения, в результате которых был уничтожен ряд военных судов Черноморского флота РФ. Поэтому Россия прячет остатки своего флота в Новороссийске или в Ачамщире, в оккупированной Абхазии. Сейчас в бухте временно оккупированного Севастополя находится только один малый ракетный корабль государства-агрессора, все остальные Россия спрятала подальше от Крыма», — говорит Черняк. Впрочем, откровенные морские поражения в войне с Украиной далеко не единственная проблема, с которой сталкивается ВМА с Россией. Настоящей проблемой для путинских корабликов стали постоянные неисправности. Из-за выхода из строя двигателей некоторые корабли вынуждены стоять на приколе больше времени, чем находиться в открытой воде. Согласно письму, отправленному директором компании «Морские пропульсивные системы», которая занимается производством и поставками дизель-генераторов для флота Сергеем Сумкиным, начальнику 243-го военного представительства России Юрия Павленко, всего лишь за 8 месяцев прошлого года на кораблях страны-террориста произошло 66 аварий, связанных с выходом из строя двигателей или дизельных генераторов. На некоторых катерах новейшего проекта 21631 «Буян-М», которых, согласно открытым данным, построили всего 10, зафиксировали аж 20 случаев поломок. Что неудивительно, с учетом того, что при строительстве так называемых «самых идеальных кораблей-убийц», россияне приняли решение отказаться от В-16-цилиндровых двигателей немецкой компании МТЮ в пользу двигателей из КНР. Такой вот китайский тюнинг. Водвойне приятнее, что речь идет именно о ракетных кораблях Черноморской флотилии и Балтийского флота, оснащенных пусковыми для калибров. Больше всех ломался корабль «Град», который вроде бы не участвовал в войне против Украины, поскольку активно боролся с условными врагами. В морские пропульсивные системы с января по август прошлого года поступило аж 12 рекламаций относительно неисправности этого корабля. То у него редукторы в двигателе из строя выйдут, то напряжение скачет, а то и вообще пропадает давление охлаждающей жидкости или из насоса заборной воды плещет фонтан. Видимо, в рамках подготовки ко дню ВДВ. При этом нельзя сказать, что российские инженеры постоянно сталкивались с одинаковыми неисправностями, которые они были бы не способны починить. С помощью подручных материалов они так или иначе возвращали судно к жизни. Однако мгновенно ломались следующие части двигателя или других систем. Не меньше от криворукости российских и китайских специалистов страдали и корабли этого же проекта. Вышний Волочок, Орехово-Зуево и, видимо, названный в честь будущей победы РДК Грайворон. Эти ракетные суда уже принимали непосредственное участие в обстрелах гражданской инфраструктуры Украины. Так вот, в прошлом году эти Буяны-М стабильно заезжали в доки из-за огромного ряда различных неисправностей. Конечно, поломки двигателей на ракетных кораблях вряд ли можно связывать с тем, что россияне пошли на долгий перерыв с обстрелами Украины калибрами. Однако, в ГУР не исключаю, что в отдельных случаях на применение этих ракет могут влиять технические проблемы с ракетоносителями. «Если уж говорить о перечне факторов в этом контексте, то похоже, что более серьезное влияние имеет страх экипажа российских кораблей находиться на боевом дежурстве в акватории Черного моря из-за угрозы быть уничтоженным стаей украинских морских ударных дронов», отметил Черняк. «Очень страдал от постоянных поломок и корвет Сергей Котов, но его адские муки закончили из гуманистических соображений бойцы спецподразделения ГУРМО «Групп 13». Неоднократно ломались двигатели и таких террористических кораблей, как Василий Быков, Дмитрий Рогачев, Грачонок и многие другие. В том числе и единственный, что стоит на вооружении – ледокол Илья Муромец, который по неизвестным причинам стал неуправляемым. Шесть раз ломался и коллега ледокола по Северному флоту гидрографический корабль «Александр Маккорта». У него среди других неисправностей еще и выходил из строя грибной винт, отвечающий за движение вперед и назад. Как россияне решили эту проблему, неизвестно, однако если бы к нему просто прицепили буксир, было бы точно более надежно. А еще могли бы установить Маккорту на палубу Муромца. Получился бы настоящий аналоговнетный гидрографический ледокол. Так что с силовыми агрегатами у российских военно-морских сил дела обстоят не очень хорошо. Причем проблема системная и вряд ли решаемая. Как объяснил капитан первого ранга и экс-заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко, российские дизель-генераторы ДГА-280, которыми оснащено немало новых российских кораблей, как и БГ-320М, являются крайне ненадежными. То же касается и главных двигателей C-HD 622В2. Однако, как-то улучшить собственное производство или заменить агрегаты на какие-то западные, военные преступники не могут, поэтому им остается только деградировать. По словам представителя ГУР Андрея Черняка, россияне имеют серьезные проблемы со строительством, ремонтом и обслуживанием военных кораблей, ведь структура чуть ли не каждого судна содержит десятки деталей иностранного производства, в том числе и таких важных, как генераторы, двигатели или узлы электроники. После начала войны в 2014-м россияне столкнулись с не очень серьезными трудностями, поэтому им пришлось создавать фирмы-прокладки и другие механизмы для обхода санкций. Так что полномасштабную агрессию преступники встретили, имея определенный опыт и некоторую базу компаний-посредниц. Мы видим, что и после полномасштабного вторжения России есть фирмы на Западе, которые не чураются пользоваться созданными Москвой и обходными путями, помогать агрессору ковать свое смертоносное оружие, поддерживать живучесть того самого военного флота. Однако поломки оборудования, в том числе и критически важного, на российских военных кораблях случаются все чаще. То двигатели барахлят, то напряжение скачет, то датчики горят или патрубки трещат. Но на России, правду говоря, и нормальный патрубок изготовить не так-то и просто, не говоря уже о чем-то более сложном и технологичном. Поэтому, конечно, решить проблему с ремонтом и обслуживанием боевых кораблей агрессору становится все труднее, объясняет представитель ГОР. Идею россиян нападать на своих соседей, начать самую кровавую войну в Европе со времен Второй мировой, а параллельно с этим перевооружаться никак нельзя назвать здоровой. Хотя бы потому, что перед началом агрессии против Украины и попадания под санкции, Россия вообще не посчитала, от скольких проектов ей придется отказаться без западных поставок. Конечно, Путин надеялся, что весь мир продолжит помогать ему вооружаться в обмен на нефть и кровавые доллары. Однако одно дело – серый импорт микропроцессоров, а совсем другое – огромные узлы военных кораблей. Кое-где получилось, как с авиацией. Напавно наше государство, Россия оказалась без возможности регулярно покупать уникальное оборудование производства «Моторсечь». И хотя в этом вопросе оккупанты полагались на предателя Богуслаева, с обслуживанием вертолетов и самолетов у них возникли очень серьезные проблемы. В морской компоненте захватчики во многом опирались на продукцию компаний из Николаева, Херсона и Киева. Однако тот факт, что Москва будет лишена важных для своих кораблей элементов, отнюдь не заставил Кремль отказаться ни от агрессии, ни от намерений строить суда с использованием этих агрегатов. Например, большие десантные корабли проекта 11711, которых Россия хочет построить целых 6 штук. К сожалению, террористы спустили на воду и поставили на вооружение два таких БДК – Иван Грин и Петр Маргунов. Они, кстати, были пригнаны с Северного флота в Черное море для участия в войне. Еще два судна находятся в процессе строительства, однако вряд ли россияне смогут реализовать эти проекты, не говоря вообще о двух даже незаложенных кораблях. Так вот только в прошлом году руководители российских ВМС озаботились подсчетами, сколько же деталей иностранного производства есть на этих БДК. Оказывается, много, да еще и украинских. На Маргунове даже посудомойка импортная, не говоря уже об установке обработки источных вод. Впрочем, их замена точно не является проблемой для российских моряков. Всегда можно отказаться от такой роскоши, проявить смекалку и помыть грязные вилки этими самыми водами. Только перед этим надо заказать молитву у патриарха Кирилла. Будут ли заменять все эти компоненты? Если Россия решит действительно найти аналоги, по мнению Рыженко, ей это не удастся сделать без потери качества. Поэтому вполне вероятно, что путинские приспешники будут пытаться купить иностранные изделия через третьи страны, а не искать альтернативы. Как это они делают в случае с исследовательским судном академик Агеев. В тот момент, когда Путин рассказывает населению необходимости погибнуть в войне с Западом, когда чиновники отчитываются о полном импортозамещении, в Минобороны пытаются как можно быстрее закупаться иностранными компонентами для поддержания некоторых кораблей в рабочем состоянии. Так, в прошлом году россияне начали усиленно заниматься закупкой запасов для возможных ремонтов корабля проекта 16450. Проблема преступников заключалась в том, что академик Агеев был практически полностью создан из иностранных компонентов. Когда корабль еще только строили, российские специалисты признали, что ничего собственного, кроме корпуса, поставить на борт они не смогут. Поэтому для того, чтобы судно имело возможность исследовать океаны, целому замминистру еще в 2016 году пришлось разрешить использовать продукцию так называемых проклятых капиталистов. Почему академик Агеев настолько важен для россиян, что под него чуть ли незаконно переписывают? Все просто. Корабль, который, как говорит Москва, занимается очень мирными делами, на самом деле является исключительно диверсионным судном. Океанографическое судно проекта 16450 спроектировали для Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны России. Эта организация является самой секретной в российской оборонке. Они занимаются диверсионными работами, погружаются на глубину до 6 километров, перерезают кабели и тому подобное. Кстати, взрывали северные потоки, судя по всему, их специалисты. У этого управления есть целая база на Северном флоте, несколько подводных лодок, то есть очень развитая шпионская организация, отмечает Рыжанка. Фактически же, Гей выполняет поисковую исследовательскую функцию. С помощью специального оборудования российские убийцы в халатах ученых определяют, где именно надо перерезать или взрывать, собирают информацию о местонахождении вражеских кораблей и тому подобное. Именно поэтому корабли строили очень быстро и понятно, использовали при этом очень технологичные детали отнюдь не российского производства. Так что не просто так россияне заботились вопросом создания запасов комплектующих. В перечень для приобретения попали более 100 позиций американского, французского, немецкого, датского производства. Удалось ли им это сделать в полном объеме, неизвестно. Однако наверняка какой-то успех в процессе закупки они все-таки имели. В документах АО «Северное ПКБ» указано, что организации закупки иностранных деталей для создания запасов должно заниматься подсанкционное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла». Проблема для россиян заключается в том, что заменить все необходимое оборудование без потери качества им будет очень сложно. Так что, как видим, все флоты страны-террориста столкнулись с немалым рядом критических проблем. Здесь и отсутствие свободного доступа к иностранным агрегатам, и деградация собственного производства, и невозможность заменить нужные детали хоть сколько-нибудь качественными. Россияне оказались почти полностью лишенными возможности строить новые корабли современными ТТХ, и получили значительное осложнение с обслуживанием судов своих ВМС. Впрочем, особо никакого смысла о продлении срока службы кораблей для России нет. Дело в том, что Балтийское море фактически стало внутренним водным пространством НАТО, а остатки Черноморской флотилии вместе с переброшенными туда кораблями из других группировок систематически добивают силы обороны Украины. У Тихоокеанского флота другая проблема. Вскоре там может не остаться моряков, потому что их в промышленных масштабах используют в качестве одноразовой пехоты в Донецкой и Запорожской областях. Так что реальность такова, что лет через 10 у Кремля действительно может остаться сплошной парк сломанных кораблей. И разве что где-то в Арктике бесконтрольно будет дрейфовать Илья Муромец с установленным на палубу Александром Макортой. Друзья, на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк этому ролику, нажать на колокольчик и поделиться этим видео с друзьями, чтобы его увидело как можно больше людей. Слава Украине, слава ВСУ, слава всем, кто помогает нашей стране. Вместе мы сила!